Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим нежные сосиски на пару и на гарнир гречневую кашу. Для приготовления сосисок нам потребуется 300 грамм фарша, у меня смесь свинины с говядиной, 50 миллилитров молока или сливок, часть луковицы весом 25 грамм, у меня получилась 1 четвертая часть, долька чеснока, черный молотый перец, соль и 2 мультистакана гречневой крупы, это 300 грамм. Итак, фарш складываем в чашу блендера, добавляем лук и чеснок, в принципе это можно все сделать с помощью мясорубки, тогда необходимо фарш с луками и чесноком пропустить 3-4 раза. В блендере измельчается достаточно мелко и быстрее. В измельченную смесь добавляем молоко, пол чайной ложки соли, 1 третью чайной ложки черного молотого перца, еще раз все хорошо перемешиваем. Итак, вот такая смесь для колбасок готова, она однородная, на все про все я потратила не больше 5 минут. Теперь перекладываем этот фарш в любой плотный пакет, подойдет даже файлик. На дно корзины пароварки я положила бумагу для выпечки, но так, чтобы она не полностью закрывала дно, видите, остаются дырки с краев. И теперь необходимый диаметр края пакета отрезаем и выдавливаем небольшие сосиски. Вот что в итоге у меня получилось, здесь еще осталось на второй заход. Их можно просто готовить на пару, а можно готовить одновременно с любым гарниром. В чашу мультиварки я выложила промытую крупу, добавляю чайную ложку соли, 4 мультистакана холодной воды, это 640 миллилитров. Сверху устанавливаю корзину пароварки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме рис, крупы, каша. Достаточно будет 30 минут. Через 30 минут и гарнир, и сосиски будут готовы. Время истекло. Вот что получилось. И на гарнир гречневая каша тоже готова. Специально для вас разрезала колбаску. Смотрите, какая она сочная, хорошо приготовленная получилась. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!